Здравствуйте! Сегодня мы записываем стихотворение Иосифа Бродского «Песенка. Пролитую слезу». Основная причина – Виктор Берковский внес два изменения в текст стихотворения достаточно короткого. Полина Агуреева добавила еще два, их стало уже четыре в известном романсе. Ну и хотелось бы все-таки спеть стихотворение так, как его написал Иосиф Бродский. Сначала я хотел это сделать с целью художественной, но мне не удалось найти женский вокал, во-первых, для исполнения второй части стихотворения, потому что у Бродского там прямая речь, все три части, и второй – это женский вокал должен быть. И я не смог разобраться до конца с глаголом «глядеть» или «гулять» в первой части стихотворения, это очень важно. Я сделал несколько запросов экспертам, но мне так никто и не ответил, писал ли изначально Бродский слово «глядеть», а не «гулять», будешь «глядеть» одна. Так что есть еще шанс в будущем записать второй вариант этого стихотворения с женским вокалом и с правильным глаголом. Итак, заодно с этим событием, с исполнением этого стихотворения, я решил рассказать еще раз более конкретно с примерами и техническими деталями, чем отличается пение стихотворения от пения песни на стихи, песни или романса на стихи. Начнем вот с чего. Когда актер или актриса читают стихотворения высокой поэзии, они ведь редко читают стихи, написанные поэтом-песенником в содружестве с композитором, когда песня создается именно, да, хотя бывают очень красивые, виртуозные стихи, но, как правило, читается со сцены все-таки произведение высокой поэзии. Я думаю, ну, я надеюсь, что они не ставят себя выше автора, выше поэта, то есть они не изменяют ведь текст стихотворения, они добавляют свое настроение, может быть, даже свою интонацию, свой тембр и так далее, но текст остается неизменным, конечно же. Теперь композитор хочет написать, ведь фактически он хочет исполнить это стихотворение только немного по-другому, с музыкой. И вроде бы он тоже не должен ставить себя выше поэта и изменять текст стихотворения под свою музыку. Но здесь есть такие условия, которые накладывает, во всяком случае, классическая теория музыки. Есть такие вещи, там, как квадрат, вот восемь тактов, они должны быть именно восемь, тогда это будет звучать гладко и так далее. И классический пример Марина Цветаева «Под лаской плюшевого пледа». Там каждая последняя строка в строфе всего лишь четыре слога имеет. Кто побежден, сибирский код. И что же с этим делать, чтобы восемь тактов все-таки прозвучало? Получается пустой такт. Это самый простой прием, которым часто пользуются композиторы. Эти слова просто повторяются. Кто побежден, кто побежден. Сибирский код, сибирский код. Действительно, такого текста нет в стихотворении. Стихотворение искажается, но эта закономерность чисто музыкальная. Кстати говоря, интересно, Михаил Казаков, все-таки актер, при исполнении стихотворения Иосифа Бродского «Рождественский романс», вы можете это послушать, тоже повторяет два раза короткую строку из стихотворения Иосифа Бродского. И второе такое достаточно безобидное изменение стихотворения, которое обычно вносится композиторами, это исключение строфы. Как правило, это связано с желанием укоротить романс, чтобы он получился, когда он пишется для кино обычно, или желанием, чтобы не напрягать слушателя чем-то непонятным. Божий ангел встал с постели вслед за мальчиком. Каким мальчиком? Что за Божий ангел? И так далее. Лучше просто убрать эту строфу, и все. Но вслед за этими банальными изменениями стихотворения неизбежно и часто следуют уже и другие изменения. И в результате мы получаем, как в примере романса «Мне тебя уже не надо» на музыку Микаэла Тривердиевой, этот текст уже фактически написан самим Микаэлом Тривердиевым, а вовсе не Мариной Цветаевой. Что же делаем мы? Нас не ограничивает в нашем направлении в искусстве пения стихотворений классическая теория музыки, потому что у нас есть че-теория музыки, которая дает значительно большую свободу. И вот я на картинке на этой показал, чем отличается пение стихотворения. И так, стихотворение, как оно есть? Точно так, как оно написано автором. Естественно, могут быть варианты. Если достоверно известно, что поэт написал сначала так, а потом какую-то строфу переделал, то исполнитель может исполнять то, что ему больше нравится. И то, и другое написал поэт все-таки. Это что касается текста. Но ведь музыка тоже есть. Что же делать с тем, чтобы гармонично звучал текст стихотворения без всяких, кто побежден и так далее? Я это называю сбалансированная триада. Размер, ритм, темп. Сбалансированная. Что значит сбалансированная? Как это можно ощутить или понять технически? Проще всего вот так. Когда стихотворение поется на эту музыку, нет ощущения ускорения. А когда стихотворение читается точно на эту же самую музыку, нет ощущения замедления. Я в описании предлагаю посмотреть на конкретные совершенно примеры. И здесь хорошими примерами являются стихотворение Марины Цветаевой «Под лаской плюшевого пледа» и стихотворение Бориса Пастернака «Любка». Потому что там я часть стихотворения читаю под ту же самую музыку, а часть стихотворения пою. И вот там понять, что такое сбалансированная триада, проще всего. Теперь. Само стихотворение может изменяться. У него может изменяться стихотворный размер, ритм. Особенно это часто встречается в более длинных стихотворениях. Ну, характерный пример здесь такая триада Цветаевская «Стенька-Разин», там три стихотворения. Естественно, что там меняется сам стихотворный размер стихотворения. И, конечно, там меняется и размер, и ритм, и темп музыки. Это вы можете тоже послушать. Но что касается коротких стихотворений, например, таких, как стихотворение Иосифа Бродска, «Песенка», которую мы сегодня будем записывать, или стихотворение «Ландыш», «Ландыш белоснежный». Сейчас эти примеры я вам приведу. То здесь используются два важных приема, чисто технических, для того, чтобы поддерживать сбалансированную триаду. Исключение долей и исключение тактов. Что такое исключение долей? Есть размер определенный музыкальный стихотворения, которое, как мы уже знаем, соответствует литературному, а точнее арифметическому размеру этого стихотворения. Но в некоторых тактах одна доля, а иногда и две, просто убираются. Такты делаются короче. Этот прием используют и профессиональные композиторы. Например, у Микаэла Теревердиева в романсе, написанном для Нади Шевелевой, «Мне нравится, что вы больны не мной». Используется этот прием четыре четверти, а есть такты по три, по две четверти. Пример хороший – это «Ландыш, ландыш белоснежный». Основной размер пять четвертей – это очень популярный размер у стихотворения Марина Цветаева. И вообще это очень красивый, я считаю, самый красивый такой романсовый размер. И в некоторых тактах там не пять четвертей, а четыре четверти. Я думаю, что когда вы слушаете это стихотворение, вы даже не обратите внимания, в каких именно тактах четыре четверти, потому что это делается очень гладко. На самом деле можно было бы в значительно большем числе тактов убрать четверть, потому что в этом стихотворении арифметический размер какой-то там 8,5-8,6. То есть четные строки короткие – «Ландыш, ландыш белоснежный», «Роза наленький» – всего 5, «Моя маленькая» – 6. Но вот где 6, «Моя маленькая» – вы сами можете почувствовать, убрать пятую четверть – не получится. Одну четверть из пяти – не получится. Получится сбивка ритма ощутимая. А «Роза наленький» вполне можно было бы убрать. Но тут дело еще в том, что есть авторские тиры, например, которые тоже должны прозвучать. Или вот «Роза наленький», чтобы это не звучало ведь как одно слово, можно подумать, что есть такое слово в русском языке – «Роза наленький». Так часто бывает, когда первое слово кончается на согласную букву, а второе начинается на гласную. Поэтому в четырех всего тактах убрано одна четверть в этом стихотворении. Вы это можете послушать. Ну и теперь самое сложное. Исключение тактов. Это действительно очень сложно, потому что возникает такая диссонанс ритма, который может быть ощутим. Но делается это для того, чтобы слово звучало точнее. И музыка не должна здесь отвлекать, и не должен возникнуть этот диссонанс ритмический. Кармоничное должно быть вот это событие, исключение такта. И вот в стихотворении, которое мы сегодня было записывать, я очень много тактов на самом деле исключаю. Ну, характерный пример. Будешь все-таки на сегодняшний день гулять. Будешь гулять одна, надевай его на безымянный, конечно. С одной стороны, на рифмуется. С другой стороны, это предлог, после которого делать пустой такт не имеет никакого смысла. Виктор Берковский, ну так, протягивает, чтобы спеть правильно, как у Бродского, на. А Полина Агуреева просто внесла свое изменение совершенно традиционное. Она поет на два раза. Надевая его на, на безымянный, конечно. Таким образом, вот все, что я сегодня хотел вам сказать. Теперь мы встретимся через два-три месяца с одной стороны в учреждении начального профессионального образования, когда я буду продолжить свой рассказ о проекте реформы образования. А с другой стороны, мы встретимся с очередным стихотворением Марины Цветаевой. Какой-нибудь предок мой был скрипач. Так что, за редкость встреч. Всего доброго.